Он прилетел, чтобы задать вопрос, а прорвал информационную блокаду. Карлсон, Такер, мир вам, я Ханжан Курбанов, и это моя геополитическая, историческая и информационная ремарка. Молодежь России должна понимать, что мы живем в условиях информационной войны. А дагестанские юнцы должны понимать, это вдвойне геополитику должны знать все, историю учить до дыр. И не просто историю, а философию истории, понимание призвать на помощь. Чем рискуем, какие результаты преследуем, какие цели и задачи видим, и видим ли. Соединенные Штаты выпустили этого джинна из бутылки. Либералы наши доморощенные, российские, продолжают видеть черных кошек в темных комнатах, видимо комнатах своего сознания, и даже в интервью Путина, американскому журналисту Такеру, увидели бяки и какашки. Дескать, Путин оправдал Гитлера, что все это было нудно. Уроки истории у нас не любят. А если история, то в интерпретации исключительно либерал. Именно тех, кто поставил на грани развала страну, в которой я родился, СССР. Развалили страну, и тем самым открыли ящики Пандоры, практически во всех бывших союзных республиках. И эти зубья дракона до сих пор прорастают нацизмом, ненавистью, межнациональной рознью, русофобией и фобией в отношении всех, кто за русский мир. И даже не столько за русский мир, а за здравомыслие, за стабильность. Хочешь стабильности и мира? Достатка для своих детей и тухума. И если ты при этом не выступаешь против России, где живешь, значит, по их версии, враг. Но чей враг? Враг Запада? Либералов? ЛГБТ? Да пожалуйста. Главный вектор и красная линия интервью – тема Украины. Уже два года военных действий, как бы их ни называли. Там гибнут парни с обеих сторон. Пора садиться за стол переговоров. А почему тогда, в 1991 году, Россия отпустила Украину? Почему в 2014 году не начали спецоперацию по возвращению ее в лоно России, в родную гавань советского русского мира? Эти вопросы я ждал от Такера. И он их, как настоящий журналист, задал. Почему вы тогда так долго ждали? Об этом не говорили, свое президентство. Для американского журналиста, живущего в условиях тотальной информационной блокады, эти вопросы простительны. Что происходило с 1991 года, а потом в 2008 и 2014 годах? Он не подозревал или знает смутно. Поэтому требовалось разъяснение, и верховному главнокомандующему пришлось стать на некоторое время учителем истории. Карлсон морщил лоб, пытался понимать, вдумывался, вслушивался. Было видно, что ему тяжело даются эти уроки. Но он молодец, выдержал. Всегда радую за то, чтобы изучали историю. Она прочищает мозги и дает понимание, кто мы, откуда и куда путь держим. Кто наши союзники, кто наши враги. Но мы всегда открыты для мира и перемирия. Если есть Россия, есть и мы. Есть мы, есть и Россия. Россия в данном случае фактор стабильности и независимости Дагестана. Вы не ослышались? Россия, особенно сейчас, фактор независимости Дагестана. История не даст соврать. В поисках защиты от одних геополитических акторов наши предки приходили и вновь возвращались к Москве. А в 1999 году Дагестан стал фактором целостности России. И самое важное в этом интервью для нас, горцев, дагестанцев, мусульман, это признание о том, что ЦРУ работали с террористами и вели их. Этот международный террористический интернационал, который там, кстати, называли оппозицией. То, что они работали с так называемой креативной оппозицией, Навальными и прочим, это было как бы понятно. Засекали не раз визит их в посольство США в России. А вот то, что наши так называемые единобожники, те, кто за чистый ислам работали с Америкой, которая поддерживает и незримо стоит за всеми злодеяниями в Палестине последних десятилетий. Это откровение с уст президента России должно охладить, наконец, дагестанских сторонников, тех, кто в окнах Ютуба продолжает баламутить юные души, призывая к саботажу, диверсиям и борьбе с Москвой. И они ведь тоже уже признали, что на одной идеологической доске с теми террористами 25-летней давности. Это ничего, что 30 секунд исторического экскурса растянулось на 30 минут. Но для понимания всегда нужна история и предыстория. Путин преподал урок истории не столько Такеру, не простому американскому журналисту. Не потому, что он баснословно богат, а потому, что ему не изменяет здравомыслие. Именно поэтому ему было давно разрешение на интервью с главой российского государства. Путин преподал урок истории всему цивилизованному миру. Цивилизованному можно взять в кавычки. И исходит из того, что это будет понято, так называемым, уже в кавычках, цивилизованным западом, как предложение к сотрудничеству и союзничеству. В надежде, что его слова будут поняты европейцами и американцами. Относительно того, что происходит на границах далекой большой страны, в которой, по их разумению, медведи шастают по улицам и играют на балалайках. Сумасшедшие цари бросают людей в огонь ради своих утер. Тем людям, которые, согласно демократическим принципам, поддерживают то, что их правительство продолжает помогать Украине и тем самым оттягивают мир. Тот мир, который нужен даже больше Украине для восстановления. И тот мир, который ждет и Россия, и Кремль, и Путин этим как будто открыл глаза людям на Западе. Отметив, что Москва, столица бывшего Советского Союза, которая создала Украину, готова сесть за стол переговоров и прекратить эту боль для всех. Для русских с этой стороны и русских с той стороны. Я делаю на этом акцент. Украинцы говорят по-русски. А на украинском говорят только официальные лица. И то натужно, дабы показать свою самость. Бред просто какой-то. И это надо прекращать. А это не прекращает, потому что дядюшки Сэма из Лондона, Брюсселя и Вашингтона не разрешают, убеждая свои электораты, что в противном случае Россия нападет на них. Вот такая история, новейшая история, в которой мы все живем. А поскольку мы, Дагестан, находимся с Россией в одной лодке, нас это тоже касается. Размышляйте и оставайтесь с людьми. Редактор субтитров А.Семкин